Представлю свое видение по приоритетам, по порядку. Первое. Существующие механизмы развития. Эффективное сохраним, неэффективное будем исправлять. Ключевой критерий только один. Скорость улучшения качества жизни людей в Ульяновской области. Продолжим курс на цифровизацию. Максимально широко и быстро сделать регион цифровым, где нет места бюрократическим проволочкам, мешающим нормально развиваться. Задача убрать затратные и неэффективные инструменты, снизить административные барьеры. Важную роль в этом, на мой взгляд, должны сыграть жители, общественные организации, инициативные и неравнодушные граждане, депутаты всех уровней. Формат такого взаимодействия мы выработаем и предложим в самое ближайшее время. Второе. Сохранение человеческого капитала и наращивание его потенциала. Приоритет по гаммам здравоохранения образования, создания новых рабочих мест, привлечения внешних и внутренних инвестиций в экономику, повышение качества жизни жителей региона. Качество жизни. Я вкладываю в это понятие широкий спектр направленной работы. Это здравоохранение, образование, досуг, доступность занятия спортом. Это секция зоны паркаута, благоустройство от дворовых территорий до общественных пространств, общественный транспорт, сфера жилищного и коммунального хозяйства, качество услуг, уровень и обоснованность тарифов. В здравоохранении особое внимание материально-техническому обеспечению, оборудовании, транспорт, состоянии объектов. Также ключевой вопрос обеспеченность персоналом и достойная оплата труда медиков, всех звеньев, начиная с технического, младшего медперсонала и заканчивая узкими специальностями. Сохранение и привлечение специалистов, в том числе и из других регионов, краеугольный камень развития здравоохранения нашего региона. Рабочие места и развитие экономики. У нас есть примеры наших соседей по эффективному решению задачи развития существующих и создания новых производств. Уверяю, что мы можем ни чуть не хуже. Ульяновская область должна стать привлекательной для самых различных инвестиций и федерального бюджета, и частных. Задача не новая, но очень важная. Увеличение годового бюджета в области до 100 миллиардов рублей за ближайшие три года. Сейчас у нас 71 миллиард. Задача сверхсложная, но, уверен, выполнимая. До Ульяновской области, как вы знаете, моя работа была связана с Московской областью. За последние пять лет нам удалось совершить огромный рывок и войти в тройку лидеров экономики России. У нашей области, безусловно, не такие широкие возможности, как в столичном регионе. Но приблизиться к лидерам и стать примером нам вполне это по силам. Потенциала достаточно. Это амбициозная цель, которая заставит работать все существующие институты власти на пределе всех возможностей, а где-то и за этими пределами. В работе на пределе нет места политическим раскам и личным амбициям. Что касается полного обновления власти, кадровой революции, будто надо всех уволить, то ли у меня простая позиция на этот счет. Любое деление по принципу власть и оппозиция, свой-чужой, я бы расценивал как предательство интересов жителей регионов. У нас есть общая цель – комфортная и достойная жизнь людей. Следовательно, мерило только одно – будь честен перед собой и людьми. Хочешь работать – работай. Устал – найдем замену. Иначе я нашу работу не вижу. Что касается подробных, детальных планов, то сейчас начнем их формировать. В ближайшие месяцы проеду всю область, посмотрю, что с дорогами, парками, дворцами, дворами, общественным транспортом, бюджетными учреждениями. Встречусь с людьми, руководителями. Выводы буду делать, опираясь не на бумажные отчеты, а на свои впечатления, как это делают жители области. Что хочу сказать. Конечно, Ульяновская область, она не является для меня местом моего рождения. Родился я в городе Ижевске, в Удмуртии. Но область абсолютно схожая. Мы живем на одной реке Волги. Вы знаете, что Кама – это приток Волги. Соответственно, я уже сейчас, прилетев, увидел, что люди, которые нас встречали, – это близкие мне люди по духу. Я думаю, что все у нас должно получиться. В завершение своих слов хочу выразить искреннюю благодарность Сергею Ивановичу. Он много сделал для региона и задал высокую планку для любого руководителя. В том числе и для меня. Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие президента и приумножить результаты, достигнутые. Спасибо.